Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы начинаем большой цикл, посвященный книге «Премудрости Соломона». И сегодня перед нами первая глава. Книга «Премудрости» имеет свое введение. Оно не столь линейно, как, например, введение в Евангелие от Иоанна, где пролог, предисловие автора, непосредственно вводит нас в идейный мир книги. Там Иоанн пишет о вечном Слове Божьем, поэтому он начинает не с истории рождения Спасителя, а с упоминания о его вечном бытии. Евангелие же от Луки, например, напротив, будет иметь пролог как предысторию к написанию текста. Оно расскажет читателю, зачем и почему автор взялся за свой труд. Здесь такого линейного вступления нет. Но некий набор важнейших для начала чтения книги идей все же сформулирован автором в первых пяти стихах. Относительно общей структуры. Отметим, что книга делится на три крупных блока. Первый с первой по шестую главы. Первая глава первый стих и шестая глава двадцать первый стих зацикливаются на одной идее, образуя реальные рамки, внутри которых присутствует основная часть текста. Вторая часть с шестой главы по одиннадцатую. Два означенных фрагмента посвящены премудрости как таковой. Это похвала премудрости, рассуждение о том, как человеку взаимодействовать с ней и что это дает. Третья часть, начинающаяся с одиннадцатой главы второго стиха и продолжающаяся до конца книги, повествует о действии премудрости в истории. Здесь рассмотрена священная история Израиля в свете действия в ней Бога, действующего через свою премудрость. Заметим, большинство книг, составляющих литературу мудрых Израиля, предельно универсальны. То есть не содержат в себе никаких отсылок к событиям библейской истории и ее персонали. Даже, например, столь узловым, как Авраам, Моисей или Давид. Они говорят лишь о том, что Бог – источник универсальной мудрости и о том, как человеку к этой мудрости приобщиться. В этом плане премудрость Соломона несколько отлична. Вся третья часть как раз и рассказывает историю богоизбранного народа. Автор связывает универсальную мудрость, преподаваемую всякому человеку, ищущему ее, с тем, как эта мудрость являет себя в истории конкретного народа. Не упоминая, однако, никаких конкретных имен и названий, оставляя свое произведение в контексте базовых форм учительной литературы. «Любите справедливость судьи земли, право мыслить о Господе и в простоте сердца ищите Его. Ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенному греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». Вот введение в книгу. Сразу отметим, что автор обращается, по-видимому, к двойственной аудитории. С одной стороны, книга предназначена для евреев-диаспоры, людей, приверженных вере отцов, но при этом живущих в мире, который с этой верой никак не связан. Каждый день они взаимодействуют со своим, в общем-то, языческим окружением на всех уровнях, в том числе и на уровне идейном, интеллектуальном. И, может быть, с течением времени в том числе они проникаются и их идеями. С другой стороны, вторая часть этой аудитории, наоборот, заинтересовавшиеся в иудаизме язычники. Те, кто еще не приняли эту веру в полноте, то есть не являются прямыми почитателями Бога Израилева, но уже проявляют к этому интерес, уже идут к этому и пытаются соблюдать какие-то заповеди, преимущественно нравственного характера, и при этом однозначно признают, что Бог один. К этой двойственной аудитории текст и обращен. Обращение к судьям земли, с которого все начинается, есть обращение к административной верхушке. На весь Ветхий Завет присутствует ряд крупных текстов, носящих апологетический характер. Апология, то есть защита и зачастую в рамках нее и популяризация. Так, например, книга Бытия, будучи одним из центральнейших Ветхозаветных текстов, параллельно является и серьезной апологией веры Израиля перед лицом соседних ему народов. Правда, эта апология направлена на том этапе, безусловно, не к хеттам и не к шумерам, а к самому Израилю, бок о бок с ними живущему. То есть народы верят, думают и делают одним образом. Мы верим, думаем и делаем иначе. Почему? Потому, что Бытие как раз предметно и объясняет. Эта внутренняя апология по третье столетие продолжала существовать в собственном тесном культурном мирке. Равно, в общем-то, как и религиозные тексты других народов. Пока не была переведена на греческий, что дало тексту новую жизнь. Но это совсем другая история. Также, апологетические вставки будут характерны и для ряда пророческих текстов, где будет, например, регулярно упомянута тема служения народов идолам. Надежда на мертвые статуи, немогущие не видеть, не слышать, не помочь. Это тоже, на самом деле, внутренний продукт, обращенный к Израилю. Не делайте как они. Книга «При мудрости», в отличие от перечисленных текстов, это один из первых форматов открытой, обращенной вовне апологии. Далее он обретет еще более конкретные формы. С одной стороны, у современника данного текста Филона Александрийского, который также будет обращаться и к иудейской, и к языческой аудитории на языке, понятном для всех. С другой стороны, апология как жанр найдет себе место в христианской литературе. В период активных гонений, с конца первого по началу четвертого века, возникнет огромный объем текстов, написанных христианами к внешнему читателю, с задачей, во-первых, нормализовать отношение к ним общества. «При мудрости», похожий на последних из перечисленных тип апологии. Только здесь это апология иудейского автора к своему языческому читателю. Здесь судьи земли – это современные авторы и языческие руководители данного региона. Диаспоре жилось по-разному. От периода относительного благоприятствования со стороны власти имущих, до финансового давления и прилюдных наказаний. Поэтому и расстановка акцентов при обращении к судьям земли, чтобы они сначала и, во-первых, любили справедливость, а уж потом в свете этого правомыслили о Господе и искали Его. Это достаточно верная последовательность. Сначала нужно приобрести простую и деятельную добродетель, а уже потом в свете нее стремиться к истинному благопознанию. Множественные пророческие обличения к Израилю – пример того, как часто в обществе срабатывает обратная логика. Тщательно блюдут культ и догматику, серьезно дистанцировавшись при этом от моральных норм. Поэтому любитель справедливость для судей – самая объективная и простая добродетель, для которой не нужно вообще ничего, кроме адекватного исполнения собственных обязанностей. Если нет этого, то ни о каком поиске Бога и речи быть не может. Далее следует несколько важных идей, которые с точки зрения автора с одной стороны на данном этапе как раз и не дают этим судям найти Бога. То есть автор понимает, что обращается к язычникам, которые истинного Бога не знают и не видят. Но с другой стороны, с точки зрения автора, он сам как раз и предлагает конкретные шаги, которые эти люди к Богу могут сделать. Например, он обретается неискушающим его и является не неверующим ему. Хорошей внутрибиблейской иллюстрацией к данной мысли станет книга «Деяния», где мы, собственно, и увидим примеры злонамеренных язычников и, наоборот, благонастроенных к вере Израиля. Например, «Сотник Корнилий» – классический пример той правильной части языческой аудитории, к которой обращается автор премудрости. Он не иудей, но он и не неверующий в Бога. Он не научен ему. То есть он верит в единого Бога, но не знает его. Хотя в том максимуме знаний и пониманий, которые ему присущ, он пытается делать нечто – поститься, молиться, подает милостыню. Потому ему и является ангел. Потому что молитвы и милостыни твои взошли пред Бога. То есть Бог отвечает на твою благонамеренность, несмотря на то, что ты не часть его общины, не часть Израиля. Сейчас мы ему, например, сказали «не часть церкви». Корнилий ищет Бога, и Бог ищет Корнилия. Потому они и встречаются. Об этом же говорит автор премудрости. Бог обретается не неверующими ему, то есть теми, кто, во-первых, готов поставить перед собой такой вопрос. Неправые умствования удаляют от Бога, и испытание силы его обличит безумных. Здесь, с одной стороны, мы слышим регулярную тему всех книг мудрости. Противопоставление мудреца и глупца. Противопоставление пути следования заповедям, пути мудрости, и пути отвержения закона, пути глупости. Здесь данная тема будет представлена очень плотно. При этом противопоставление будет иметь еще и яркую мессианскую окраску, именно в свете новозаветного понимания мессии. То есть, с нашей точки зрения, книга премудрости содержит ряд ярких пророческих фрагментов, говорящих о Иисусе Христе. Неправые умствования и есть умствование, в кавычках, то есть точка зрения нечестивцев. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Похожую мысль выражает апостол Павел в послании к римлянам, когда, рассуждая о современных и предшествовавших ему языческих философах, он отметит, что, с одной стороны, они смогли познать Бога от наблюдения за миром. То есть, все, что можно было сделать в рамках интеллектуального поиска Бога, они сделали. И действительно, в ряде своих произведений античной классики приходят к идее единого Бога, как Творца мира, ввиду системности и стройности мироздания, которые не могли появиться ввиду труда множества богов, так как боги греческих мифов – существа, явно не склонные к трудовому компромиссу и соработничеству. Данный вывод, увы, в итоге остается лишь теоретической величиной. И это естественно. Философские выкладки не способны родить религию. И Павел отметит, что дальнейшего развития не произошло, в том числе и ввиду того, о чем говорит автор книги «Премудрости». «Премудрость не будет обитать в теле, порабощенном греху». То есть, в своих умствованиях, скажет апостол, они не дошли до того, чтобы прославить Бога. И переведет примеры в том числе не только лукавой души, о чем говорит «Премудрость», то есть, с одной стороны, как бы безостановочности и во многом бесплодности философского поиска, но и тел, порабощенном греху. Примеры развращенности языческого мира часто недалекие и от жизни просветленных философов античности. Святой Дух Премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умстваний, и устыдится приближающейся неправды. Это продолжение предыдущей мысли о том, что через философский аппарат к этому типу мудрости прийти невозможно. Что философ может быть на каком-то этапе и сопряжен с миром духа, но только этим аппаратом эту жизнь получить невозможно. Человеколюбивый дух – Премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его и слышатель языка его. Дух Господа наполняет вселенную и, как всеобъемлющий, знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минет его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут к Господу, в обличение беззаконий его, потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, «Ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу». Мы уже упомянули о том, что многие фрагменты данного текста чрезвычайно близки к новозаветному откровению. И данные стихи это прекрасно демонстрируют. Классические ветхозаветные тексты, если мы не берем в расчет, например, пророков, очень линейно. Делай одно и не делай другого. О каких-либо мотивах, внутренних соображениях человека и тому подобном речи не идет. Это всегда разговор о действии, то есть исполнении или неисполнении заповедей. И уже в Новом Завете, в Нагорной проповеди, мы увидим, что Христос, толкуя эти нормы закона, расширит их понимание до чрезвычайности. Если древним сказано «не убей», то есть конкретно «не прерывай чужую жизнь», никакого иного смысла эта заповедь изначально не содержит. Христос же, обращаясь к слушающим, говорит «Я говорю вам, всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду». Это, безусловно, расширительное толкование. Но его же мы видим и в данном тексте. То, что тайное слово не пройдет даром, понятно. Даже в традиционной книге притч мы увидим похожую идею. Но вот пассаж про то, что клевящущие уста убивают душу, это огромное расширение понимания греха и его последствий. Автор настаивает. Не только от того, что ты делаешь, меняется мир вокруг тебя и ты сам, но и от того, что ты говоришь или думаешь. Повторюсь, для Ветхого Завета такое понимание в целом не характерно. Хотя знание того, что Бог единственный сердцеведец, то есть то, что он видит, не только дела, но и всякий человеческий помысел, однозначно для всего Писания. Здесь же мы слышим, также, что Бог есть истинный зритель сердца человека. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не именит его обличающий суд. Не как суд людей, но именно суд Бога. Не ускоряйте смерть и заблуждениями вашей жизни, и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Это совершенно простая и однозначная для нас мысль о взаимосвязи действия и воздаяния. Ты жнешь лишь то, что прежде сеял. Это регулярная идея Писания. Грешник сеет зло и беззаконие и женет зло и смерть, как плоды для себя. Равно как и праведник сеет благо и его же получаев, приняв плод, возросший многократно. Но далее по тексту мы увидим развитие этой идеи. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия и все в мире спасительно. И нет пагубного яда, и нет царства ада на земле. Это важная идея. Важно еще и ввиду того, что для периода окружения, в котором автор пишет, классические идеи Платона, изложенные в диалоге Федор, а впоследствии развитые школами неоплатоников, утверждали иное. Говоря, что телесность, в общем-то, зло. Тело ограничивает бессмертную душу, которая томится в теле, как в тюрьме, и которая жаждет это тело покинуть. Поэтому телесностью нужно пренебречь, отринуть во имя духовности, и, дождавшись разрешения от тела, войти в чистый мир бессмертных идей. Автор при мудрости настаивает. Эти идеи ложны. Все существующее в мире задумано Творцом изначально как благо. Хотя здесь есть некоторая неоднозначность. С одной стороны, все создано Богом, это безусловно. Но вот в области практики, например, есть чистые животные и нечистые животные. Но автор, можно сказать, что продавливает силой свою позицию. Все в мире спасительно. То есть нет ничего объективно нечистого. О словах же «не радуется погибели живущих» нужно также сказать отдельно. С одной стороны, в том же Ветхом Завете мы видим смерти, инициируемые самим Богом. Массовая смерть египетских первенцев. Страшное разрушение северного и южного царств Израиля ввиду их нечестия и так далее. Есть такие примеры и в Новом Завете. Например, Анания и Сапфира, умершие после обличения от апостола Петра за попытку солгать Духу Божию. Но ответ на это мы видим в следующих стихах. Хотя Бог часто и изображается ветхозаветными авторами гневающимся и, можно сказать, что своенравным господином, который произвольно карает своих рабов, но за всем этим видна четкая линия других слов. О том, что Бог предлагает жизнь и просит, чтобы человек избрал ее и жил во второзаконии. Или о том, что радость моя была сынами человеческими, вложенная в уста премудрости из книги притч. И в итоге мы видим, что смерть не от воли или от желания Бога. Он Бог созидания, а не деструкции. Распад всегда лишь итог ухода от его созидающей руки, о чем мы и читаем. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили с нею союз, ибо они достойны быть ее жребием. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Но в опыте мы наблюдаем, и тот же самый экклезиаст нам об этом напоминает, что нет разницы между жизнью праведника и грешника, в том смысле, что обе они закончатся смертью. И в чем тогда смысл следовать одному пути и отрекаться к другому. Здесь нужно вспомнить о внутренней дискуссии между учительной литературой Израиля. Притчи предлагают простое видение грешнику воздаться по грехам его, праведнику за праведность его здесь и сейчас, в этой жизни. Экклезиаст настаивает, это ложь, явил праведников, умиравших в бедности и болезни, и грешников, высящихся подобно кедрам Ливана. Именно книга премудрости даст синтез этих тезиса и антитезиса. Это единственная для Ветхого Завета книга, которая не через мутное стекло и не прообразовательна, а ясно и однозначно утверждает посмертное воздаяние. Это будет регулярной темой данного текста, поэтому мы к ней еще неоднократно вернемся. Если во всех ветхозаветных текстах мы видим идею воздаяния за праведность в этой жизни, а посмертие всех ждет одинаковое, то здесь мы слышим «праведность бессмертна». Это ее обращение к теме благого посмертия. Автор, конечно, не считает, что достигнув праведности человек не умрет. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли. Фактически это уже введение в следующую главу, которая целиком будет посвящена рассмотрению вопросов взаимоотношений нечестивцев и праведника. И именно так нечестивых будет много, а праведник один. И это совершенно не потому, что процентное соотношение нечестивцев к праведникам примерно таково. Совершенно нет. Об этом одном конкретном праведнике идет речь. Этот праведник созвучен с нашей точки зрения, например, с тем избавителем, на которого уповает покрытый проказой праведник Иов, говорящий «Я знаю, искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я в плоти своей увижу Бога. Это также одна конкретная личность, на которую уповает праведник, полностью исключенный даже из еврейского мессианского контекста, просто потому, что Иов не еврей. Мы видим, что первая глава заканчиваясь, начинает описывать логику нечестивцев. Они сочли смерть своим другом, и в том числе и потому, что часто прибегали к ее, скажем так, дружеским услугам, ввергая того или иного человека в ее бездну. Итог этих взаимоотношений один. Нечестивцы достойны быть ее жребием, а не то, что она выиграла, то, что получила законно. Они не сроднились с ней в жизни, не разлучаться с ней и в вечности. Эта идея будет осмыслена в христианской святотической экзегезе именно таким образом, что Бог в сущности не наказывает, а дает реализовать человеку его выбор и его свободу, что в нем, что вне его, предупреждая о итогах. Каким человек входит в вечность, таким он в ней и прибудет. В этом контексте интересен диалог преподобного Силуана Афонского с Богом. Святой спросил Господи, как же все те, кто находятся вне отношений с тобой? Господь ответил, каждого, кто просил его помиловать, я помилую, но вы, вошедшие в отношения со мною, будете моими друзьями.